Приветищи, это Кукин Симулятор, да? Ты уже увидел, ты уже всё понял. Сегодня я почитал твой комментарий, точнее, не сегодня, а вообще, я читал твой комментарий и прочитал то, что тебе не нравится, что я творю, собственно, со своей кухней. Мол, все творят такую чушь, такую ерунду, всё жгут, всё бомбят, всё ломают. А ты попробуй, типа, сготовь красиво и грамотно, чтобы вот нос комарик даже не потачил. Да легко, хорошо, это будет мой челлендж. А ты в комментариях напиши потом, что тебе больше нравится, когда я здесь отустраиваю хаос, всё бомблю, разрушаю, уготовлю, фиг пойми как, или когда красиво и грамотно. Но мы начинаем. Теперь ресторан открыт и мы готовы принимать первые заказы. Отлично, как ты помнишь, с прошлой серии я куда-то просрал свой ножик. Есть вероятность, что он куда-то там, он залетел. Но дело в том, что купить я новую не могу, потому что мы всё в прошлый раз потратили на ремонт, поэтому у нас сложная с тобой ситуэйшн. Будем выкручиваться без ножа. Первое время, пока не накупим на него денежку. Итак, смотри. Нам нужно приготовить стейк лосося с варёным картофелем. Не вопрос. А как его готовят? Не может кто-нибудь подсказать? Сейчас посмотрим. Нажимаем. Так, возьмите продукт филе лосося, приправа, соль 5 грамм, чёрный перец 5 грамм. Хорошо, прекрасно просто. Всё, отлично. Значит, где у нас стейк? Вот он. А почему, кстати, у нас света нет? Почему мы в потёмках каких-то готовим? Подожди, надо свет включить, я совсем про это забыл. Включаем, значит, модули все. Вот так вот. Я же когда в прошлый раз уходил, всё поврубал нафиг. Так, отлично. Досочка разделочная где у нас? Угу. Закидываем. Значит так, противень мы убираем в духовочку, чтобы он не мешался. Всё, по феншуи у нас вроде бы как. Теперь нам надо лососик посолить, поперчить. 5 грамм надо. Раз, два, три, четыре, пять. Отлично. Перчик чёрненький мы. Тоже 5 грамм надо. Раз, два, три, четыре, пять. Добавить на сковородку ингредиенты подсолнечное масло и филе лосося. Окей, вот у нас масло. Вот 10 миллилитров, я думаю. Хватит, двадцаточку влил. Хо, жирненько будет, я думаю, но ничего. Значит, кладём теперь наше филешечко. Филешечко вкидываем. Вот так вот. И врубаем плиту. 60 секунд нам нужно обжаривать наше филе. Да, 60 секунд. С каждой стороны. Но пока всё жарится, нам нужно отварить картошку. Значит, добавить в кастрюлю ингредиенты. Вода, 100 миллилитров. Подожди. У нас здесь где-то был... Вот эта вот штука. Мы сейчас её на 60 секунд повернём. Вот, 60 секунд. Запустить. Всё, она прозвенит. Конечно же, уже больше прошло. Давай, лососик. Надо тебе как-то... Опа, видал, как я грамотно перевернул его. Всё, обжариваем на другой стороне. Берём кастрюлю. Сколько там картошки-то надо? 300 грамм картофеля. Это как мне определить, сколько у меня грамм? А, две картошки, это 300 грамм. Отлично. Э, картофель. Картофель в кастрюлю не хочет падать. Угу. 200 грамм соли. Сейчас мы сюда засыпем. Я 200 сказал. 20 грамм соли надо. Ха, 200 грамм. Опа, зазвенел у нас будильничек. Так. Значит, с этого мы поднимаем. Вырубаем. Всё, всё, всё. Спасибо, я понял. Спасибо. Филе лосося, в принципе, почти готово, но не совсем. Блин. Давай-ка попробуем вот так вот перевернуть и чуть-чуть ещё пожарим. Потому что мне кажется, что это будет не очень вкусно. Сырая рыба, и так же. Так, сюда нам нужно долить водички. Сейчас мы её быстренько ливанём. Холодненькой, конечно же. Опа. Давай, давай, давай. Я думаю, нам хватит столько воды. Ставим всё это дело. Всё. Картошка у нас варится. Рыба почти изготовилась. А, вода, тысяча миллилитров. Чуть-чуть не долил. Сейчас. Сейчас исправим. Чуть-чуть переворщил, но да ладно. Филе у нас готово. Вырубаем. Кладём сковороду пока сюда. Нам нужно теперь это красиво всё выложить на тарелочку. Но на какую тарелочку? Переложите картофель на ту же тарелку, подавайте горячее. А подожди, на какую? Подавайте горячее. Переложите на тарелку. На какую не уточняется. Так что давай возьмём... Просто возьмём большую тарелку. Как я делал ранее. Сковородку переворачиваем, выкидываем филеху на тарелку. Мы не будем делать. Мы берём тарелочку. И перекладываем сюда грамотно филешечку. Осталось подождать, пока сварится картофель. Картофель? Картофель почти сварился. Вода у нас уже кипит. Может быть мы ещё на тарелочку укропчик положим с тобой, слушай. Сейчас отсебятинку добавим. Главное, чтобы нам это потом злую шутку с нами не сыграло. Вдруг кто-нибудь не любит укроп. Всё, картофель готов. Нам его нужно теперь как-то вытащить. Давай возьмём тарелочку аккуратненько вот так вот. И просто вынем оттуда картошку. Вот. Оп. Тихо, картофель, не падай. Тихо. Эх, да. Укропчик, не падай. Тихонечко, аккуратненько тащим сюда блюдо. Время, 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 время. Всё, всё, отдаём. Фух. Успели. Итак. Ты посмотри по вкусу. В принципе, всё нормально у нас почти получилось. Общий счёт. Ого. И чаевые оставили. Хо. По жалобам, чё у нас? Стейк лососе. Техника. Ошибки при нагревании. А, всё-таки то, что мы перегрели, видимо, не понравилось. И свежая петрушка ему не понравилась. Я и думал. Ну и варёный картофель слишком много соли. Всё ясно. Почтём, почтём. Впечатляет. Вы выполнили норму по уровню славы. Продолжайте в том же духе. Эээ, нам нужно купить с тобой теперь нож. У нас вроде бы средств хватает. Чем нож отличается за 300 от 350? Вот чем? В чём разница? Не могу понять. Ладно, покупаем за 300. Вставляем ножик на место. Всё. Денег у нас больше нет. Ну как нет? 29 центов. Ну, можно сказать, что нет. Запечённую форель нам нужно сготовить. Форелечка. Клоденечка. Чёрным перцем засыпающим. Пёть грамм. Пёть грамм солечки-тресолечки. Достаем из духовки противень. Кладём. Укладышим. Форельки запекающим. Кладём форель в духовку. И ставим на 90 секунд. Надо обязательно поставить таймер. 90 секунд это минуты 30. Ок. Время пошло. Пока форелька у нас готовится, мы берём с тобой дольки лимона. Так. Пока мы морочились с лимоном, форель у нас готова. Сейчас, сейчас, сейчас. Лимончик дорежем. Подожди, подожди, подожди. О, красоте. Всё. Так. Где форель? Форель. Достается у нас форель. Давай. Ножик надо положить. Фух. Достали. Кажется, она упала. Чёрт подери. Опять начинается хаос на кухне творится. Значит, всё. Перестань гудеть. Перестань звенеть. Противень кладём сюда. Надо обязательно выключить печку, чтобы ничего не бомбануло, не взорвалось. Достаем тарелку. А, подожди. Нет. Надо вначале выключить вот эту штуку, а то она бесит меня уже. Берём, значит, большую тарелочку. Грамотную. Всё аккуратно по фэншую выкладываем. Значит, вначале мы кладём дольки лимона. Что-то пошло не так. Ладно, возьмём новую тарелку. Выкладываем всё. Форелечку теперь. Так, у нас упала долька лимона. Форелечку теперь. И также нам нужно приправить это всё дело петрушкой. Петрушка. Всё, подаём. Вроде успели. Держите ваше блюдо, пожалуйста. Выкладываем. Надеюсь, всё оки-доги. Так, так, так. Блин, по вкусу нам ещё две звёздочки не хватает. И получили достижение. Здорово. На чай нам оставили 4 цента. Круто. Круто. Чё по жалобам? Украшение из петрушки не очень понравилось. Чё-то, короче, я не того туда добавил. Я понял. Фух. На сегодня это последний заказ. Когда закончите, подготовьте всё на завтра. Да-да-да, на завтра надо подготовить. Надо убрать разбитые тарелочки. С этой кастрюли мы сейчас воду выльем. Зачем нам здесь вода? Вот так вот. Ножик убираем обратно, чтобы его не прохерить. А то я люблю херить ножи. Блендер. А куда бы нам блендер с тобой поставить, повесить? Я не знаю. Может быть сюда? Нет, сюда его никак. Ладно, пускай здесь блендер лежит. Хочу грамотно расставить специи, чтобы я видел, что где лежит. Всё, вот так вот норм. Противень убираем так же в духовочку. Чё, вроде бы всё. Вроде бы всё у нас готово. Давай попробуем быстренько починить наши духовочки. Вот эти вот, которые не работают нифига. Чё-то не могу починить. Эй, чё за дела? Почему я не могу починить? Вот эту вот стойку могу починить. Хоп, отчиним. Ура, у вас получилось. Ресторанный критик хочет попробовать вашу еду завтра. Впечатлите его. Когда критик придёт, сосредоточьтесь на его заказе. Наберите не менее четырёх звёзд, чтобы сдать ему экзамен. Ну вот. Общий доход минус 236. Мы в минус работаем, о божечки. У нас новый уровень. Давай посмотрим, чё мы по перкам можем там вкачать. Во! Хочу прихватки. Берите и носите горячие ингредиенты в руках. Обязательно. Вкачиваем эту штуку. Хочу найти скидку на утварь. Хотя нет, скидку на ремонт. Вот давай прокачаем лучше. Потому что нам ещё много чего предстоит починить. Так что скидку на ремонт я взял. Сегодня нас будут проверять. Покажи инспектору, какой вы профессионал. Мы откроемся через час. Используйте это время, чтобы подготовиться к работе. Говорят, ресторанный критик подойдёт через 5 часов. Окай, 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 окай. Хорошо, я готов. Так, а где мой телефон? Чё это у нас тут? Огнетушитель делает. Иди в угол. Блин, а можно его куда-нибудь? Вот нафига мне здесь два огнетушителя? На кой чёрт он мне сдался? Обратно я его заткнуть не могу. Ладно, давай тогда его просто поставим на пол вот здесь вот. Опа. Вот так вот аккуратненько всё. Всё грамотно. О, вот это получше. Вот это другое дело. Кстати, вон телефон валяется. Давай ещё раз попробуем починить это всё дело. Оно не чинится, слушай. Чё-то не хочет чиниться вообще. Как-то так. Ха. Ты посмотри. Печка работает без двери. Словно она починена. Но по факту здесь нету двери. Вот это круто. Вот это лайфхак. Обалдеть можно. Ха. Какие у меня... У меня ультра-современные нанотехнологичные печи. Вот так-то. Первый заказ у нас томатный суп. Легко и непринуждённо мы его сейчас сготовим. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Заливаем это все в нашу кастрюлю Блин, тут у нас кастрюля с томатным супом Здесь у нас кастрюля с бульоном от картофеля Значит, это все дело выливаем Заливаем куриный бульон Тысячу миллилитров Эту баночку выливаем полностью всю Вот так Выкидываем в мусорку пустую Переборщил с куриным бульоном, черт подери Слушай, ну тут 46 миллилитров осталось А там у нас 1,3 Давай тогда дольем уж, че уж Че уж продукт переводить, да? А это выкинем Все Свекла 600 грамм нам нужно Свекла, где-то у нас вот она 600 грамм Одна свеколка это 120 Окай Так, 240 360 480 500 600 600 грамм свеклы, а сколько надо? 600 Репчатый лук 120 Это у нас одна луковица Морковь 70 грамм Где у нас морковка, морковка, морковка Одна морковка И петрушка 80 грамм Петрушка вот она, тоже одна штука Все, все Варите 120 секунд Окай Выставляем наш будильничек Слушай, мы же можем Нашу лопаточку повесить Вот сюда вот на крючке, по-моему, да? О, по грозоде, как круто Время на исходе Будильник звенит Сейчас мы его отключим Что ж, вроде бы все Суп у нас готов Берем блендер И быстренько все это дело Измельчаем Вот так вот Все это выливаем теперь в эту тарелочку Не промахнуться бы Промахнулся все-таки Так Все Хватит ему столько Супа Быстренько Кладем И отдаем Ну, сударь, что скажете, как вам наш борщец? Три звезды! Скуперди, ай! Две звездочки зажал Жалобы гостей Че-то не понравилось Украинский борщ Ему не понравилось Слишком много репчатого лука Куриного бульона Ну, куриный бульон, да Я его там перелил капец сколько Сейчас поступит заказ от ресторанного критика Старайтесь как только можете! Так, вот что заказал ресторанный критик Помните, что звезд должно быть не менее четырех Томатный суп он заказал Хм-хм Томатный суп мы умеем готовить А у нас тут, кстати, вот кастрюля Вот, кастрюля с томатным супом Смотри какая Сейчас просто берем И наливаем ему Старый томатный суп Ресторанному критику Че мы будем Париться, что-то готовить Если у нас сегодня Сготовленный томатный суп уже есть Он сейчас офигеет от скорости Так Кажется, пролили, черт Ну че, пойдем А, подожди, сметанки Сметанки надо сюда добавить 150 миллилитров сметаны Кажется, у нас там Че-то переливается, да? Думаю, что пойдет Сметанка, кстати, закончилась Надо новую купить Держи Томатный суп свой О, блин Черт подери Четыре звезды мы не набрали Че он там сказал? Слишком много Сметаны Хотя сметаны мы меньше Добавили У нас 84 сметаны По рецепту 150 было Че он гонит? Черный перец Недостаточно Соль Недостаточно Техника Неправильное количество продуктов Да пошел ты И слишком холодно Потому что он остывший был Меня сейчас походу Начальство покарает Мы не прошли проверку Наверное, вам пока что не хватает опыта А никто не обещал, что будет легко Нужно попытаться еще раз Конечно, это повлияет на наш уровень славы Но уверен, вы его быстро восстановите Ой, мы снова оказались на днище Если мы не поднимем уровень до конца дня Ресторанный критик пройдет мимо нас А, черт подери Че же делать-то? Вручная работа Выкладываем все руками Че-то как-то лимончик выкладывается на форель Это не круто И украшаем все дело это укропом Ну, это блюдо просто я приготовил По-моему, идеально Сейчас посмотрим, что нам скажут Конечно же Ну-ка, отдай Ну-ну-ну-ну Вау Ты посмотри Почти пять звезд Набил руку, наконец-то И сколько достижений дали? Смотри, сколько чаевых Десять чаевых Офигеть На сегодня это последний заказ Когда закончите, подготовьте все на завтра Ух Ну что Это был умопомрачительный день Я пытался держать себя в руках Чтобы не превратить кухню в ад Местами у меня это получалось Местами нет Сейчас мы с тобой быстренько здесь приберем Уберем весь этот беспорядочек И на сегодня все Можно валить домой, отдыхать Все Домой Вырубаем все освещение Все, как надо Ух Ну а ты пиши в комментариях Как тебе этот выпуск Понравилась ли тебе гармония и красота Или тебе больше по душе Хаос и ад Хе Или это как-то надо сочетать В общем, пиши в комментариях А на этом все Тебе спасибо за просмотр Удачи И пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok